девочки всем добрый день опять шапочку надевать надо добрый день диана добрый день так жалко свои кудри мять под шапкой девочки добрый день опять в чепчике как черепаха тортила также я за лучком еще не привет я за лучком другой холодильник бегаю все по ходу все по ходу пока побежала так уже 92 ничего себе у меня закончился жульен данное дело жульет прямой фильм впервые на самое начало да 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 самое начало до рулета у меня сделаны два рулета мы делали вчера в прямом эфире это шпинатный и сырный делали вчера прямого эфире а екатеринбург кстати поеду никотим я на курс настроение при мне не могу меня придет а рулеты и стушки кур я тоже делали с вами прямой фильтрами сегодня три рулета жульен куриный который Раньше буду делать профитроли с сыром, селедка на хлебушке, бутербродике и цезарь в порционных стаканчиках. Все. Это в дополнение к их закускам. Не один эфир, здорово. В дополнение к их закускам, тут будет недалеко от нас, где-то в Порошино, будут жарить, парить шашлыки. В общем, пока они там приедут, у них должно что-то быть на столе, как обычно. Так, я с утра наелась бутербродов, достала, разбираюсь в морозилке, нашла кусок красной рыбы. Надела бутербродов, сожрала, наверное, штуки три маленьких таких. Очень хочу пить. Так, ладно, все по порядку. В общем, девочки, уезжаю я в Екатеринбург. Мы ведь ждем вашего эфира. Удачный, девочка, спасибо, так приятно, так приятно, обалдеть. Не могу прям меня распирая. В общем, едем мы в Екатеринбург. Уезжаю. 14 числа у меня заказ. 14 числа я отдаю заказ. И все, у меня уже чемодан собран. Вечером садимся на поезд. Билеты еще не куплены, но сын должен покупать. Сын. У меня занимается покупкой любых билетов сын. Так что погуляем в Екатеринбурге три дня. Может кто-то присоединится? Девочки, доброе утро. Уже 202. У меня муж сегодня с утра в 4 часа уехал за грибами. Как бы это равносильно. У нас уже 15, обалдеть. Это равносильно, что муж приехал с рыбалки. Девочки, доброе утро. Набираем в бокалы воды. Будем пить воду. Я еще налюю себе вторую чашку кофе. Вторые сутки. Пошли вторые сутки, как я восхищаюсь ножом. Вы мне говорите, что если не видно вам обзор, вы мне поправляете, потому что я читаю комментарии. Немножко отвлекаюсь от обзора. Так, давайте знакомиться. Я живу в городе Киров, 43-й регион. Меня зовут Инна. Мне 51 год. У меня два сына, два животных и муж, с которым мы живем 30 лет. Я готовлю на заказ. Банкеты, фуршеты и просто праздничные. Без соли, готовлю на заказ. Кому интересно, обязательно познакомиться, зайти в мой профиль. Порезываю случайно по спине. Можно зашить. Можно, смотрите, можно заколоть зубочисткой. Не прямо зашивать, прямо вышивать. Все пронсили, порезали. Заколите зубочисткой. Такое бывает, особенно поначалу, ничего страшного. Бывает, бывает. Красиво. Спасибо, девочки, спасибо. Так, сколько у нас сегодня? Уже 272. Обалдеть, ладно. Буду говорить, что мы сегодня готовимся. Сегодня в дополнение, закуски в дополнение из расчета 15 человек. Компания выезжает на природу, жарит шашлыки-башлыки, веселится, играет в баскетболы, волейболы. А мои закуски в дополнение. Пока там они разводят уголь, пока туда-сюда. То есть у меня два рулета уже говорила. Мы вчера делали с вами в прямом эфире. Это сырный и шпинатный. Куриный рулет. Я не девочка. Ну и мальчики тоже. Куриный рулет делали тоже с вами в прямом эфире. Что еще? Значит, будем делать сегодня профитроли. Профитроли. С сыром, с чесноком. Тарталетки с жульеном. Вот я на жульене сейчас готовлю. Жульен готовить в большом количестве. И конопушечки, бутербургики, с селедочкой. Все. Так. Нож купила Самура. Первый раз за 50 лет. Купила дорогой нож Самура. Я его боюсь. Он очень острый. Так. По детей. По детям. Значит, у меня два сына. Младшего сына у меня 11 лет. А старшему, ты-дэ-дэ-дэ-дэ, 29. В декабре исполняется 30 лет моему старшему любимому сыну. Так что вот такая вот я большая девочка. Значит, мы пьем. Так. Для новичков. Я пьющая, ведущая, предупреждаю сразу. Мы пьем в прямом эфире. Пьем в прямом эфире воду. Проктором в глазки. Вот я вечно телефон заляпанный. Поярче стало. Пьем воду, пьем кофе. Сын не женат, нет. Нынче молодежь не спешит жениться. Им и так хорошо живется. Самура покупать. Вот я первый раз нож купила. Я посмотрю, насколько долго он мне прослужит. Как правило, новые ножи все острые. А потом начинаешь вот это ширканье. Хочу посмотреть, насколько. Если он мне понравится, так сказать, как долго играющая, будет мне успехать. И, конечно же, еще закажу. И все мои эти ножи уберу нафиг куда-нибудь. Сыну отдам. Э? Старшему. Так, курица варится. Лук жарится. На профитроле. Так, кто-то начал мне писать. Вот только я зайду в прямом эфире, и начинается ку-ку. Ку-ку, слышите? Это у меня идут смс-уведомления. Так. Ладно. Вот еще достала тесто. Где можно заказать? На Валгаре. Осталось тесто. Я быстренько сделаю еще хачапурку для сына. Просто, чтобы тесто не пропадало. Вот и все. Пока замешиваю тесто на профитроле, мальчики ответственности, а девочки ждут согласно. Согласно, что девочкам надо, а мальчики все согласны. Торты, я не кондитер. Так, не пеку, а подпекаю, так скажем. Подпекаю. Это не мое увлечение, мое увлечение, кулинария. Кулинария, не торты. Могу. На Валгаре много вариантов на Жень. Эфир только-только начинается еще. Никто ничего не пропустил. Так, духовку включаю. Воду пьем. Никто, спасибо. За подарки, спасибо за цветы. Так, сын с нами не живет, нет. Мы сына бросили в 21 год в трехкомнатной квартире. Бросили его, оставили ему квартиру, оставили ему гараж, оставили ему машину. Оставили в подъезде две кладовки. Сейчас будем делать позже. И соус будем делать позже. Я проговорю быстренько. Сметана, два вида горчицы, хрен, солененький огурчик консервированный. Наша вкусная соль, наша ведущая, ведущая, восторит. Вкусная соль, что там еще? Прованские травы. О, младшенький проснулся. У тебя еще там еще осталось две тарелки на руку. Вот мусорка, смотри, покидывай сюда. Сейчас. Двадцать будет. Да, он сам. Давайте я прикрываю. Сын пришел. Прикрываю. Младший пришел. Оп, прошел. Так, я тут хочу покойствую. Попробуем. Так, вчера готовила шпинатный рулет, все были в восторге, спасибо. Пожалуйста, девочки, пожалуйста. Конечно, он вкусненький, мягонький такой, да? Он же может в холодильнике еще лежать дня два спокойно. Ну, температура, скорее, градуса три сделать. Так. Ребенку больше нравится хачапури именно с ветчиной и сыром, не просто с сыром, а именно с ветчиной. Ветчина дает какую-то, что ли, мягкость. Сыр при остывании все равно сжимается, а ветчина как бы размягчает начинку и как-то помягче, посочнее, что ли, получается. Сейчас быстренько отправлю на запекание, будем делать все с вами, все по порядку. Вземлю за мошкачами начали строить, мы с вами почти с соседями. Все, поняла вас? Ну, давайте, стройтесь, стройтесь, стройтесь. Да, почти что соседи. У меня сын любит еще блинчики именно с ветчиной и сыром. Девчонки, давайте так, тесто дрожжевое или бездрожжевое? Я всегда пользуюсь только бездрожжевым тестом. И только, и без вариантов. Почему? Потому что дрожжевое тесто, оно сладчавое. Даже когда я пеку наполеон, наполеон, торт сладкий наполеон, я пользуюсь только бездрожжевым тестом. Потому что и так в креме много сахара. Зачем мне еще сахар лишний в тесте? На моей страничке любые рецепты, что связано со слоевым тестом, это только бездрожжевое тесто. Я пользуюсь только либо морозкой, либо с пылу с жару, без вариантов. Другие фирмы вообще не покупаю. Лежу огурца, салат, зель. Так, дженки, 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 спасибо за общение, спасибо за добрые слова, спасибо огромное за подарки. Девочки, огромное спасибо. Спасибо, что вы есть. Письмо с признанием. Спасибо, девочки. Еще бы побольше мальчиков был в нашей группе. Побольше бы еще, да? Поболтать о том, о сём. Поговорить, как мы живем. Так, девочки, кто еще сейчас присоединился, поделюсь тем, что я уезжаю в Екатеринбург. Я все думала, куда же я поеду, куда же я махну. Сын, человек, мама, поехали в Екатеринбург. И мы все-таки вечером, все, я списалась с Наташей. И я списалась с Наташей. Наташа, это знаете, кто Наташа? Постоянно бывает со мной в прямых эфирах. Это моя онлайн-сестра. У нас сходятся взгляды. У нас сходятся взгляды. Она тоже работала поваром. Мы вместе можем пошло пошутить. В общем, я так рада. Она нас встретит, она пока не работает и проведет с нами время. Покажет нам Екатеринбург. Покажет. Я очень рада, потому что, видеть вас в Екатеринбурге, я очень сложно приехать в чужой город. И я не знаю, с чего начать, куда пойти. Мы приезжали в Казань, не знаешь, на чем передвигаться. Так это вот, блин, это тормозит, потому что не знаешь города чужого. А когда тебя кто-то сопровождает, какой-то гид местный, это просто здорово. Я говорю, даже хотя бы один денечек, хотя бы один денечек нам выделить, хотя бы для ознакомления, а потом уж мы сами. Какой денечек? Все три дня будем вместе. В общем, посмотрю, либо обратно билет пока не беру, пока не беру. Две ночи, 14-15 приезжаю в Екатеринбург. Две ночи там. А, Виктор, доброе утро, огромное спасибо. А третью ночь посмотрю. Если я не нагуляюсь, если мне не хватит, я еще осталась. Со мной мужа не будет, и он мне тянуть не будет. Вот из Казани мы срулили быстро, потому что ему надо было ехать на рыбалку. Не жить, не быть. А я еще хотела денечек, еще ночку одну погулять. И, в общем, мне не хватило вот этой ночи. Вот, может быть, на третью ночь и останусь. Спасибо большое, девчонки. Очень хочу уже вырваться. Тоже из Екатерины будут. Может быть, организуем фан-встречу. 15-го, 16-го, 17-го я буду там. Так, пока готовлю ребенку, хочу порку. Это моему сыночку. Выходили в Калининград, ученики. В Калининград у меня отменился. Отменился, потому что, ну, во-первых, получается, цена бешеная. 50 тысяч на 4 дня, это раз. 50 тысяч на 4 дня на одного человека, это раз. Во-вторых, вылетов в августе нет. Вылет только 2 сентября, от того же начинается школа. Нужна мое, какая-то все равно мое... Ну, я ж мать, мать же я. Как? Контроль. Лапочки маленького. Ничего себе, маленького, 50 килограмм золотца, уезжаю. Ну, что делать, дев? Я же сама не знала, это буквально... Вчера вот я мучилась, мучилась еще, да, про Екатеринбург. Говорила, ой, про этот самый... Про Калининград говорила, что вылетов нет. И мне сын говорит, мама, поехали в Екатеринбург? Мы еще в первом классе туда собирались. Ну как, в мыслях, в мыслях собирались в первом классе. Ну вот, съездим. Все-таки город-миллионник, все-таки город-миллионник, все равно есть. Что посмотреть? Киса моя пришла. Я ж тебя потеряла, Зарочка, я ж тебя потеряла. Ты где была? Надо именно сводить в военный музей. Вот, Наташа говорила, что да, в военный музей, вот это да. Да, 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 говорила она, что моя киса плачет, пришла. Кисонька моя пришла плачет, говорит, мяф. Так, лучок, лучок, ох ты, ох ты, лучок уже приобретает цыганский колер. Так, все, курица поковарится, принято курица уже сварит, свареная. Пусть пока остывает. Жюльен дает очень даже легко, от слова совсем легко. И чем мне нравится работать с жюльеном, он великолепно ведет себя в заморозке и после разморозки. Абсолютно никаких вкусовых качеств не меняется. Это ускоряет мой процесс приготовления жюльенов в дальнейшем. В общем, пока отправляю на остужение. Тут у меня еще куриный рулет остужается. Так, девочки, давайте-ка мы с вами выпьем. Так, девочки, давайте будем знакомиться. Город Кира, 43-й регион. Я живу в городе Кира, 43-й регион. Я готовлю банкеты, фуршеты и просто праздничные застория на заказ. Так, сейчас положу я грибы жареные. Грибы жареные, замороженные. Заворозка тоже способ консервирования. У меня эти самые шампиньоны. Сейчас немножко оттают, обжарятся. И... Тюмень, добрый день тебе, спасибо огромное за подарки. И буду курицу сюда шинковать. Так, духовка разогрета. Все, оставлю. Хачапурку ставлю в духовку. Так, что теперь у нас по программе? Сейчас буду замешивать тесто для профитролей. Кира, Кира, добрый день. Так, это пока в стороночку тоже. Мне так же сказала, что у них еще есть, у вас все пишут. Так, спасибо большое. Так, в Екатеринбурге есть скейт-парк. Скейт-парк. Мой же сын залил и туда на самокате. Он же у меня самокатер. Поп-бюро, вы знаете, я слышала, что у вас там есть группа Поп-бюро. Не знаю, такую группу Поп-бюро. Первый раз слышу. Вот, и там есть еще рядом в детский парк, есть еще картинги. Картинги. Вот, конечно, для моего сыночка. Ну, вот, начинаю что-то писать. Кто-то мне пишет. Похоже, Анатолий, похоже, Анатолий проснулся. Да, проснулся Анатолий. Лук. Ну, за счет того, что я вывалила грибы сюда, замороженные, они дают влагу, он уже не горит. Он уже так сейчас и грибы отталит. Как тоже мне что-то переставить куда-то. Так что будем замешивать тесто. Тесто на профитруле, девочки. Красота. Вы знаете, вчера говорила, вчера говорила о том, что не хочу из жары в жару. Вот именно у нас такое лето жаркое, я так устала от жары. Я не хочу именно в жару, я не хочу к морю, потому что я сухопутная, я тонувшая дважды. Я с морем на вы. Я могу так вот по сосочке зайти, попрыгать вот так вот на море и все. Если я потеряю дно, не дай боже, у меня будет паника. У меня будет паника, я буду тонуть. Нет, море я... Так, мука. Так, щепотка соли. Так, мука, 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 мука. То же самое. Ну, я не одна, значит, значит, я не одна. Так, рецепт теста. 250 грамм воды, 100 грамм масла, 170 грамм муки. Щепотка соли, 3 яйца. Все. Остальное, технику смотрим. Ах, ах, а давно это хотел. Хотел, хотел, хотела. Как-то же я хотела сделать красный. А давайте-ка я себе сделаю красный профитрол. Я так давно хотела это сделать, именно чтобы... Любой кондитер добавляет красители в любые торты. Любой. Я так давно хотела сделать, изменить цвет профитроли. В общем, если испорчу, сделаю новое. Все равно когда-то должно это свершиться. Когда-то должно это свершиться. Ну, вот я думаю, что хватит этого цвета. Будет еще три капельки всего. Все. Посмотрю. Все, муку завариваю. Именно мука должна завариться. Завариться. Это тесто заварное. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро вымешиваю. О, такое тесто. Ха-ха. Такое тесто получается, как вовремя вспомнила. Еще раз говорю, если мне не понравится, я быстро сделаю новое. Пофиг. А из этого теста сделаю графские развалили. Посмотрю. Пока мне нравится. Пока меня это удовлетворяет. Цвет. Интересно, как он поведет себя при выпекании. В принципе, должен нормально, если поесть, не знаю. Другой будет некрасиво. Где в кофе хочу, страшно. Аж ломают меня. Аж ломают. Так, все. Все. Так, жюльен, жюльен, жюльен. Вот так вкусно, грибочками запахло, жаренными, жареным лучком. Вы с филе вчера хотели, с филе вчера хотели попробовать что-то сделать, с филе вчера. А, пожарить в пергаменте, да. Филе хотели пожарить в пергаменте вчера. На, поставить, филе жарить, да. А вот просто я не понимаю, зачем, вот я немножко не понимаю, в пергаменте это значит без масла, да, я так понимаю. Если пергамент, значит без масла. А у меня филе уже, ладно попробую, оно уже в масле, в зеленом, замаринованном. То, что, чтобы сковородку не пачкать. Да, с филе посудомойкой пользуемся иногда, иногда. Чтобы, я жарила в пергаменте специи, прикольно. Без масла жарили, без масла, без масла. А у меня уже замаринованное в масле. Я уже потом подумала, думаю, ну чисто эти сковородку не испачкать. Все поняла. У меня с маслом уже, вы понимаете, да. Уже изначально. Ну что, погнали. Друзья, здравствуйте. Друзья, здравствуйте. Продолжение следует... Так, все. Девочки, у меня заварной крем. Так, все, грибочки готовы. Все, я их выключаю. Ждем, когда останется филе, чтобы сделать вкусное масло, чеснок. Во вкусно, в зеленое масло чеснок свежий, а в душевную соль сухой. У меня мясо с маслом свежарено в пергаменте на сковородке. Сейчас попробую, сейчас поставлю. Пусть пока балдеет на сковородке мясо, чтобы оно остывало, чтобы филе остывало. Чтобы его можно было красиво нарезать, чтобы оно не было горячим, чтобы оно держало форму. Это же белок, он должен остыть. Когда белок сжимается, он нарезается хорошо. Тем более острым ножом самура. Я думаю, что я нарежу все. Элистровенник. Ох, победю я, Екатеринбург. Победю. Мушка на сковородке, у него вечно остается капля воды в этих самых... В сковородках, в кастрюлях. Так, ну и как мы будем жарить в пергаменте. Как мы будем жарить в пергаменте. Вот видите, у меня все в масле. У меня уже масло есть. У меня никуда от него не деться. Будет ли у меня поджаристая корочка, где в этом не будет поджаристая корочка, придется выкладывать из пергамента. Как быть-то нет. Хоп, хоп, хоп. Так, хватит или нет? Хватит или нет вот так? Думаю, что хватит кофе, кофе, кофе. Завтра ждем гостей, да-да-да-да. Завтра ждем гостей. Так, пусть, короче, пока балдеет. Мясо отбивают. Так, у меня филе куриное, Дев. У меня куриное филе на Цезарь. Его на Цезарь не отбивают. Так, сейчас быстренько давайте хлопнем по кофе. Не так? А как? А как? Худяшка-страняшка при таких вкусностях. Я не худяшечка, девочки. Ну, в общем, ладно. Пусть будет так. В пергаменте же, в пергаменте. У меня такое настроение дикое. А, каждый кусок бумагу. Ну, я думаю, что принцип от перестановки слагаемых сумм не изменится. Чайник-то холодный. Чайник-то холодный. Ладно, будем пока складывать наше тесто. В. В, 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 в. В, в, в. А, вот, нашла вторая лопатка. Так, у меня до чего-то скоро, скажем, что-то отдельно, чтобы сок не вытекался. Но пока сок не вытекает. Где? Она будет сучная, потому что она в масле уже все равно. Вот просто попробую, чтобы сковородку не испачкали. Я вас поняла. Заворачивается полностью, наверное, защипывается каждый кусок отдельно, я поняла. Это для пупышников. У меня в любом случае уже, в любом случае уже не пупышный вариант. Пока все нравится. Посмотрим, что будет дальше. Все вместе будет ясно. Отдельно каждый кусок, да. Ну, все вместе, да. Я проанализирую. Я видела еще на пергаменте в этом ПП, а у меня не ПП. На грильнице запекают, в пергаменте, на грильнице, в гриле, в гриле верно. По плану сегодня готовить нет немного. Сделаем профитроли с сыром, чеснокурс, делаем жульен куриным, делаем тарталетки с жульеном, делаем селедочку. Селедочку на хлебушке и цезарь, и цезарь порционно. Вот что мы сегодня сделаем. Рулеты у нас уже сделаны. Рулеты у нас уже сделаем. А гривенца для ПП подходит? Девочки, ну если жарить без масла, а в пергаменте, то да. Девять, я не ППшница. У меня страница не ОПП. Можно, конечно, поговорить на тему ПП, но я не ППшник. Я поняла, что никогда в жизни им не стану. Стране нужны, и не ППшники тоже. Они все же ПП. Так, это заварное тесто розового цвета. У меня сегодня розового цвета. Заварное тесто сейчас жду, когда у меня запечутся хачапурки. Хачапурки и... Будем высаживать. Так, лучок, ладно? Ладно, пока не ждем. Тоже крем просмотрела. Но это не крем, девочки, это не крем. Это заварное тесто с добавлением красителя. У меня сегодня розовое. Давно хотела сделать розовый, все забывала. В голове стоит программа, а сама забываю. А сегодня вот взяла и не забыла. Начинка для профитроли будет сверхчестоком. Классика жанра. Сегодня у меня самовывоз. Я освобождаюсь. И начинаю... Поеду по делам прокачиваюсь. Буду закупаться на завтрашний день. Так, завтра же суббота. А-а-а! Завтра же суббота, точно ведь. Блин, завтра же будет все, да? Рыбу будем коптить сегодня. Рыбу будем коптить сегодня. Так, сейчас вот я режу на жульен. На куриный. Боюсь ножа. Нет, лучше возьму другой нож. Как-то мне... Вот для этого мне почему-то нож с пяткой больше здесь подходит. Вот здесь, вот именно для шинковки. Вот надо будет покупать еще другой нож. Вот для шинковки именно с пяткой. Вот такой вот. Самура очень понравился для нарезания... Для нарезания... Помидоры великолепно режутся. Великолепно. Рыбу вчера я нарезала. Просто великолепно. Так, хочу порку тоже было сейчас у меня убрать. Вечером эфир, дед, не знаю. Не знаю эфир, не эфир. Будем сегодня коптить рыбу. Потому что завтра, чтобы мне все успеть, чтобы мне все успеть, завтра рыбку закоптим сегодня. Кстати, на терпинг достали из борзилки. Он же у меня в борзилке. У меня еще, кстати, в холодильнике лежит балык. Лежит балык. Куриный делается. Делается сегодня, продегустирую. Вот уже третий день он у меня лежит. Посмотрим, насколько. Может быть, я сегодня его в сушилочку отправлю. Его там до виолю. Естественно, потом балычок выложу я в свою группу. Расскажу о плюсах и минусах. Ох, а чипурка какая румяненькая. Румяненькая, а чипурка. Это для дома. Самая счастливая заказа хотела мне, девочки. Ко мне нужно записываться. У соседей раньше была жизнь хорошая. Сейчас можно записываться. Я не могу так вот все бросить и готовить соседям. Вот, хачапурка для моего сына. Пусть пока остывает. Это у меня тесто осталось от трубочек. Слоеное тесто. Не то, не сё остался такой кусок, прямоугольник. Не то, не сё. И я его просто сегодня раскатала и извела. У меня, девочки, безотходное производство. Кто не знает, у меня безотходное производство. В стране кризис. Ничего не выкидываю. Всё, всё расходую в продукт. Превращаю в любые отходы в продукт. У меня даже жопки, попки, крышечки от профитролей хранятся в морозилке. Хранятся в морозилке для того, чтобы потом сделать. Я же выкидывала поначалу. Меня научили. Не выкидывать, а сделать потом графские развалины. Вот и жду, когда сделаю графские развалины. Девочки, спасибо большое. Давайте-ка мы с вами выпьем. Что с бульоном? Бульон будем заливать. Бульон концентрированный, вкусно, насыщенный. Конечно же, мы его используем. Мы тоже из всего конфетку. Ну и хорошо, правильно же, Дев. Деньги так просто не достаются. Они с неба не падают. Деньги зарабатываются своим трудом, своим потом, реально своим потом. Поэтому ничего не выкидываем. Любые жопки от перчика, что-то останется. Перчик болгарский тоже в морозилку. А потом для супчика вот этот маленький ароматик, кусочек перчика так здорово подходит. Такая мелочь, а особенно зимой, когда перец дорогой. К тому же он еще яркий, красный, красивый, мясистый. Так, ну что, Жилин, включаю потихонечку. Тарталетки покупайте. Вот тарталетки я покупаю, потому что это неблагодарная работа. Тарталетка получится, если самостоятельно пить. Девчонки, уже говорила об этом и говорю. Вот, к примеру, кулинария. В группе, я еще не делаю графские развалины. Не, 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 еще не делаю. Смотрю в кулинариях тарталетки. Толстостенные, понимаете? Там их намажут. Или в других каких-то онлайн-группах смотрю. Такие толстые стены, которые самостоятельно пекут, блин. А там одно тесто. Одно тесто в этих тарталетках. Я не хочу такие тарталетки. Вопрос, вы без перчаток? Без перчаток. Видно же, что я без перчаток? Когда я буду в перчатках, будет видно, что я в перчатках. В перчатках. Так, бульон, 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 бульон. Две места не хватает. А, горячо. Горячо, 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 горячо. Весь. Так, что у меня с курицей? В общем, она там жается. Оп! Ага! Смотрите, сторона подрумянилась, подрумянилась сторона. Представляете? Подрумянилась сторона в пергаменте. Обалдеть! Не раз не жарила в пергаменте. Скажите, что медосмотр пройден. Медосмотр у меня, ребят, пройден. Огрозки развалины это торт. Это торт, знаете, это пальчики, вот эти вот пальчики у меня огрызки, и там сметана с сахаром просто пробивает, и все это заливается. Заливается все, каждый слой про вот этим сметанным кремом, и все, и пропитывается. Все! В пергаменте класс. Сейчас посмотрим. Так, девочки, давайте, новички, насчет медосмотра немножечко поговорим. Просто выражу свою точку зрения. Медосмотр. Я мама, мама и, так сказать, и жена. Регулярно прохожу каждый год самолично медосмотр без медицинской книжки. Медицинская книжка это ну, это фигня, это фигня. Повара, которые получают медицинские книжки, а потом гуляют, гуляют с кем угодно, спят с кем угодно, и у них есть медицинская книжка, это вообще не считается. А у меня сын. У меня сын, которому нужна здоровая мать. Я я свое здоровье берегу. Я не гуляю, не шляюсь нигде, по ночам. И поэтому у меня ее нет, она мне не нужна. Купить можно, но это фигня грамота. Это просто вот кому-то врагу в глаза затмите этой бумажкой, все, больше ничего. Она она не действует, она не функционирует. Сегодня повар общественного питания получит эту бумажку, а завтра пойдет успать с какими-нибудь непонятными человеками. И все. И спокойно работает, спокойно идет вообще пит, работа готовит людям после непонятного, после непонятных связей. Поэтому, поэтому, в общем, поэтому, кто со мной соглашается, тот со мной не согласится. Это точно по мягушкам? Конечно, точно. Это, знаете, как зубы лечить. Вот кому это надо? Вам, чтобы мне были здоровы зубы, или мне? Это мне надо. Это мне, это мое здоровье. Это мне надо. Ни в коем случае никому-то другому, с какими я зубами хожу. Да я не обращаю внимание. Вы не представляете, насколько мой иммунитет окреп. Это я поначалу расстраивалась, до слез. Мы что-нибудь напишем, что я так расстраиваюсь, так прямо воспринимаю. Сейчас не воспринимаю. Действительно, люди многие, ну, может, сказал да, а потом раз и подумала, что, а правда же? Правда же? На самом деле. И дай-ка я больше не буду такой вопрос, допустим, задавать. Когда училась, сделала медкнижку, реально, тупо платишь за корочку. Да, тупо платят за корочку. Все. Пройдешь там, гинекон на город двинешь, посидишь там, сдашь, она да не так сдаю. И так пойду сдавать. Общий и диспансеризацию в обязательном порядке. А почему бы нет? Мы берем хотя бы что-то бесплатное от государства, хотя бы какой-то анализ крови, какие-то общие, общие, общие какие-то нормативы. Почему и нет? Обязательно проходим. Я и мужа выталкиваю на диспансеризацию. И себя, и сына. Сыну напоминаю, что он уже против диспансеризации. У моей знакомой, у девочки именно на бесплатной диспансеризации где-то обнаружили рак. Представляете? На бесплатной диспансеризации. Ваши ответы на такие вопросы тогда на высшем. Спасибо, девочки, большое. Большое спасибо. Представляете, нашли рак на диспансеризации. Обалдеть! Так что ходим, ходим и подгоняем своих близких. Так, курица жарится, огонь еще уменьшаю. Пусть пока стоит, балдеет. На самом деле, ничего не разбрызгивается. Не вижу никакого сука, вот здесь ничего не вытекает. Вот там все сухо. Садиться на кухню очень приятно, девочки. Спасибо большое. Жюлин готовый вот здесь. Пока у меня закипает, вот моя густая масса. Сейчас я пока просто пусть прокипит после моих рук. Тепловая обработка должна обнаруживать. То есть обработка после рук. Пусть прокипает. Так, что я стою, хлопаю глазами, растусоливаю. У меня же профитроли! Красного цвета профитроли же у меня сегодня должны быть. Ну, что нам выдаст такой цвет? Кофе. Так, все, я пока делаю профитроли. Пока пьем кофе. А я пока делаю загадочные профитроли. О, какой цвет красивый! Лишь бы потом такой цвет, чтобы проходил меня смотрит и доедает другие болезни. Да, 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 да. Так, цвет пока красивый, девчонки. Не знаю, что будет дальше. Господи, дай Бог, все осталось бы в таком цвете, в красивом. Вот, знаете, такой малиновый цвет. Именно какой-то малиновый такой. Новый цвет. Потому что ни одна кулинария не цветет, не цветет, не цветет, не цветет, не цветет цветные профитроли. А вдруг у меня получится? А потом новые подписчики будут спрашивать, что это, что это? Повледнее цвет, да? Посмотрим. Дайте, пока помечтаю вслух. Так вот, новые подписчики будут спрашивать, что это, что это, что это? Дайте рецепт, что это такое? сцена. 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 резко дергать в сторону будет таких нибудь я сейчас их прижму у меня ничего не будет как чуть-чуть немножечко чуть-чуть чуть-чуть вот все больше втеснять не буду вот может туда же впихнула и все пальчиком прижму ничего не будет пил 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 тем более эти шляпочки я их срезаю они мне не нужны я делаю профитроли открытые я что было видно что лежит в начинка какая начинка лежит внутри все ну что ты д д д д это профитроли профитроли посмотрим пока красивые не такие красивые так радуюсь господи 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 хоть бы цвет не поменяли все оставлю на 30 минут так ну что курица 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 так пьем кофе так же ленка подвину сюда 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 мегак скультур сготовилась вот пока еще не кипит а нет вот тебе кипит 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 кит я добавляю в нашу вкусную соль вот прям сюда вот прям сюда прям вкусную соль начинка будет сыр чесноком все впереди не опережайте события не испеклись уже опережайте события побудьте немножечко со мной посмотрите посмотрите мою страничку подпишитесь на второй аккаунт Душ Кухон 2 запасной аккаунт когда основной заблокируют а его бывает блокируют как и все аккаунты я веду прямые трансляции с Душ Кухон 2 поэтому подписываемся не стесняемся ставим себе в настройках уведомления чтобы вам приходили уведомления когда я выхожу в прямой эфир я могу выйти внезапно я же внезапная как понос и вышла рецепт теста только что было только что было прописано рецепт делается читайте в комментариях опускайте комментарии так как раз у нас испекутся у нас испекутся этим профитроли которые у нас не изменят цвет не изменят цвет и мы сделаем с вами тарталлеточки значит добавляем у меня сейчас под рукой сметану сметану у кого есть сливки можно добавлять сливки делаю вместе профитроли давайте 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 так девчонки смотрите у кого профитроли сделаны и остались в этот же день в этот же день убирайте их в морозилку прям в пакет завяжите на узел потому что завтра они уже будут не такими Никит подойди сюда не кричи кричит нам мяу мяу-мяу-мяу-мяу что мяу что мяу когда нужно говорить мам что Никита ты мне еще должен на пересказ так иди что тебя все опросила сделать пожалуйста сделать прочищи так я тебя хочу пули сделали разве на тебя там есть в холодильнике бутерброда с рыбой с ветчиной сыра бутерброда в холодильнике с рыбой возьми Иди сделай то, что я вчера не могла добиться никак. Не буду говорить вслух. Так, из морозилки вы достаете в день. Смотрите, у вас хотя бы сохранится в морозилке влага. Потому что, когда вы, знаете, бываешь, покупаешь кулинарии, они не свежие. Почему не свежие? Потому что они хранят, у них влага. Ну, они как-то теряют влагу, но мне не вкусно, по крайней мере. Когда я начинала готовить вот это все, я еще не умела печь профитроли, покупала в магазинске, и я разочаровалась, разочаровалась в этом, потому что невкусно, начинка не спасает, начинка не спасает вот это вот. Никита, давайте разрежем. Иди сюда, дай сюда. А в морозилке они хранятся, достаете и начиняете. Так, и так, ты-да-да-дэ. Ты-да-да-дэ. Какая хрустящая, господи. Кто придумал заварное, ой, слоеное тесто, господи. Кто тот, кто придумал продавать слоеное тесто, чтобы с ним не мучиться дома, господи. Такое счастье, так выручают, так все. Обалдеть. Кто еще не готовил такие хачапурочки? Кто еще такой не готовил? Ветчина и сыр. Разрежу помельче. Обалденные они, обалденные просто. Обалденные. У кого тесто есть дрожжевое, ой, вернее, бездрожжевое слоеное, доставали сейчас тесто, делайте хачапурри на Никитнисе. Один кусок себе оставлю, блин. Не могу, не сдержалась, не сдержалась. Все. Я как-то делаю тоже один кусок. Не крошить, ешь здесь, не крошить. Из комнаты все убрал, свое барахло. Все тарелки, там, корки от дыни валялись у тебя. Вот Робера. У меня еще уже на пересказ, что там вчера, прочитал под названием. Так, сегодня тренировки у тебя не будет, потому что он сегодня занят. У тебя тренировка будет завтра в 12. Так, ну что, ну что. Так, сметану, я сейчас сметану прям заполосну. Всем супер, джонки, да, 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 супер. Быстро, вообще быстро, доступно и вкусно. Обалдеть, как так? А если бы не было такого теста в продаже, да, как вот раньше жили? Если бы вы знали, сколько я переработала этого слоеного теста. Ну, я раньше тоже много чего перерабатывала, когда работала общественным питанием, да. Ну, с тестом, пожалуйста, с тестом я на вы. Я могу с тестом работать, но со слоеным самое то. Дрожжевое, оно обязывает, оно обязывает его переработать в короткие сроки, потому что оно скиснет. А этому тесту нет срока годности, пожалуйста, оно... Так, сыну моему, второму любимому, секрета нет, дев, у меня в принципе, секретов нет. Моему сыну 11 лет, в сентябре будет 12. Сливки, конечно, добавляем, если они есть. У меня сейчас нет сливок, поэтому я добавляю сметаны. О, как вкусно, господи! Сливка вкусно, такой насыщенный, концентрированный бульон. Вот наша вот эта, сука, вкусная соль, душевная наша. Она делает свое черное дело. Не везде кладу ее, а вот такие вот жилки. Обалденно! Обалденно! Все, сейчас загустю, загустю мукой, и все, будем начинять тарталетки. Для тех, кто скажет, что муку нужно обжаривать на масле, я не обжариваю, потому что я не усложняю себе жизнь. То есть не меняется вкус, вкуснее это уже некуда, уже некуда, вкуснее некуда. Поэтому я муку прям вот так вот, я не в воде ее не разложу, не развожу. Я просто сыплю, главное, чтобы было не комком, чтобы не было комков, и все. Все, примучиваю, и она загущается. Загустится, вот загустится и выключаем. Все, наш жилен готов. Такой жилен я раскладываю. Девочки, вы почаще заглядывайте в закрытую группу. Конечно, есть, там я выкладываю туда в первую очередь. Все, что я пробую, в первую очередь туда выкладываю. У меня еще есть идеи для группы, но времени не хватает все это сделать. Есть идеи, такие идеи, которые ваш потом зритель скажет, что это. По картинке, что это такое, что, что. И не будет понимать, что. Только мы будем знать, что же у нас там такое лежит. Это же опять, как сказать, не то чтобы какие-то новые блюда, а именно я перефразирую, переделываю подачу. Именно подачу я перефразирую, чтобы запутать, запутать другого человека. Чтобы было не как у всех. У меня очень групп, ну, групп много, на которых я подписана. Которые вот такие вот, которые я просто, знаете, беру и расшифровываю. Я глаза оставляю в этих группах. Там написано иероглифами, там одни иероглифы. Я прям все глаза ломаю, чтобы рассмотреть, что там такое лежит. Коварди слегка обжариваешь, она иногда комком не будет жарить, не для вкуса. Она так тоже комком не будет. Дев, жарьте. Я говорю про себя, как я готовлю. Меня устраивает так. Комком, даже когда в холодной воде, бывает, когда в холодной воде растворяешь, она тоже сворачивается. В комок приходится просеивать через ситечко. У меня и так комков не бывает. Ну, а если муку пожарить на масле, все равно становится вкуснее. Так, ну что, давай, закипай уже, закипай, загущайся. Я и кальмары сваливаю в одну кастрюлю вместе с кляром, чтобы не усложнять себе жизнь. А кто-то жарит по одному кальмару, макает в кляр. У меня нет на это времени, я делаю все быстро. Почему я все успеваю? Потому что нужно правильно организовать свой труд. Вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, чтобы тарталетки-то не размокли. Не должна быть водянистая масса. Если делать для кокотниц, можно и такое слегка водянистое. А если для тарталеток, которые песочные, нужно, чтобы было погуще, чтобы не было вот этой вот водянистости. Для начинающих, поняла, спасибо. Ну и хватит, думаю. Думаю, вот еще, еще, еще чуть-чуть и хватит. Все, все, достаточно. Одной таблетки. Так, профитроли розовые стоят у меня в духовке. Так, это все я выключаю. Так, что у меня теперь? Что у меня теперь? Что у меня теперь? Ммм. Теперь будем делать канапе. Не канапе, а бутербродики, маленькие бутербродики с селедочкой. С селедочкой, да, на хлебушке. А хотя пока, хотя пока не буду пачкать рыбой, потру немножко сыр. Соли хватает, за столько муки. Все хватает у меня. Жульен должен быть, смотри, муки-то ведь мало, немного. Это кажется, что я сыплю, сыплю. А я сыплю, там, меньше по полгорсточки беру. Меньше, меньше. Я присыпаю, я смотрю по ходу. А не то, чтобы бахнуть сразу. Попробую еще на соль, попробую. Смесь должна быть, масса должна быть вкусная. Именно вкусная. Что такое вкусная? Это когда в достатке все ингредиенты. Это и соль, и перец, и сахар, и все на свете дела. Вот тогда получается масса вкусная. Если чего-то не хватает, она уже получается немножко пустовата. Так, сейчас я тру сыр. Ага, на тарталетке, на тарталетке. Так, давайте, девочки, пьем воду. Пьем воду. Пьем кофе. Так, сыр у меня сулугунец, сыр любой, который плавится. Можно моцаревый использовать. Сыр, который хорошо плавится, который хорошо тянется, тот и использую. Девочки, добрый день. В каждом городе какие-то свои сыры есть. Я говорю просто про базу, про стандартную. У меня 15 тарталеток. И нужно мне еще сыр. Сыр будет, кстати, я попрошу сына, нечего тут сидеть. Пусть там сидит, трет сыр мне на эти, на профитроле. Да, на профитроле пусть сидит, трет. Так, а что у меня пока стоят профитроли там? Блин, стоят пока в духовке. Пока стоят в духовке. Так, ладно, я пока сделаю здесь. Где покупаете сыр зеленый, копченый? В глупости. Сейчас такая проблема стала с этим. И копченый сыр, его нет, его не стало. И зеленого не стало. Вообще прям проблема стала с сырами. Вчера нашли единственный айсберг, единственный вилок айсберга в глобусе. Нигде больше не в пятерке, нет, не в проке, не в глобусе. Единственная на пиццу, которая тянется, девочки. Наталья, спасибо большое за подарки. Слугуни и моцарелла. Тянущиеся сыры. Так, сколько я положила? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тренадцать, тренадцать, пятнадцать, пятнадцать, так, пятнадцать, все. Так, все. Это будем запекать после профитролей. Дев, пока откушу за камерой. Я откушу, не могу, если нет. Не люблю, когда едят на камеру. Правильно, не люблю смотреть. Сама не ем. Хоть за камеру откусить, хоть помычать за камерой, господи. Дев, правда, так вкусно. Так, ну что, поехали. Так, тарталетки у меня песочные, не сладкие, естественно, для закусок. Есть тарталетки, которые для десертов, а есть тарталетки под названием для закусок. Берем те, которые для закуски. Нам здесь не нужен сладчавый вкус, так же, как и тесто дрожжевое, сладкое. Точно так же, нам не нужно такое сочетание вкуса сладкого и соленого. Это не в этом месте. Очень вкусно, я хочу порю. Аж бесит. Так, сейчас накладываю, девочки, жульен. Жульен кладу. Могу разложить либо по формочкам, пластиковые, небольшие контейнеры, тоже, чтобы были небольшие, чтобы в остаток не выходило. Либо в пакеты. Вот, допустим, я высчитываю, допустим, 200 грамм. 200 грамм. Херак, 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 по пакетикам разложил, и все, жульенчик. То есть на 10 человек у меня жульен заморожен. А поменьше у меня не получается. Где-то 10, где-то на 15 человек. И все. Если даже остается остаток, у меня дома с удовольствием съедают вот эти вот тарталетки. С удовольствием. Если даже не мои, может, не ест, а гости съедят. Так, девочки, соус бешемель я не делаю. Я делаю просто на основе сметаны. Можно делать на основе сливок. Сыр у меня будет сверху, а не в соусе. Так, все. Вот сюда еще. Так, вот все. Что из парфюма любите? Из парфюма? Вы знаете, я так давно не пробовала новые ароматы. Вообще не знаю, чем сейчас душатся. Чем сейчас душатся вообще? Какие новые ароматы? Не знаю. Мне очень нравится Versace. Розовый Versace. Очень нравится. Мне очень нравится Gucci Rush 2. Очень нравится. Правда, вот от этих ароматов не могу отвязаться. Не могу. Готово. Вот я сейчас хочу опять купить Gucci Rush 2. Блин, так нравится этот аромат. Вот как только дойдут руки, у меня стоят. Маслеты, конечно, пойдут. Дев, делаем жульен из того, чего любите. Вы вообще не вопрос. Конечно, пойдут. Жульен из лесных грибов. Как звучит красиво. Versace кристалл Versace розовый. Я не знаю, какой розовый Versace. Обалдеваю от этого запаха. Вот у меня Versace уже 3 бутылки ушло. А Gucci Rush 2 тоже, наверное, 3. Тарталетки не размокнут, если у вас не будет водянистого жульена. Если будет водянистый жульен, то есть вероятность, что размокнут. И еще раз подбирать не порошковые и не вафельные тарталетки. Вот такие у вас размокнут в обязательном порядке. Как-то я в прямой эфире были у меня куплены, купила по акции какие-то порошковые тарталетки. Такие тоненькие, такие. Думаю, дай-ка попробую. Федеральное производство. Положила жульен, они все развалились. Вот все развалились полностью. Поэтому я покупаю тарталетки только местного хлебозавода. У нас хлебозавод. Я у него и покупаю. Всегда свежайшие. Всегда свежайшие, всегда тают просто во рту. Какие запахи я люблю. Вот только что говорила. Ароматы Гуччи Раш 2. Было, наверное, бутылки 3 у меня за всю жизнь. И Версачи. Стоят еще какие-то бутылки, которые были, знаете, вот, когда мы еще ездили за границу. Муж, купи, докупи, новый аромат стоит. Купи, докупи. Я думаю, может, я что, не понимаю. Но купила я. Стоят у меня еще. Но я ими как-то... Ну, я додушиваю, добрызгиваю. А это самое... Не вау. Я не как-то не это самое. Я вообще душусь я редко. На тренировку я не душусь. Чтоб стоять здесь на кухне работать, я не душусь. Когда я еду к заказчику выдавать заказ, я не душусь. Зачем мне пахнуть чем-то? Я должна пахнуть едой. Я должна пахнуть едой розовой. Может быть. Не знаю. Могу показать упаковку, бутылку, если нужно. Какие Версачи. Так, пока отставляю в сторону. Так, ладно. Сыр мне дотрет мой ребенок. Ну-ка проверим профитрольки. Профитрольки. Оно, они еще не готовы. Они не готовы еще. Оно, они еще не готовы. Сыр потереть. Сыр потереть. Так, ну что, сейчас за селезочку возьмемся. Как профитрольки кладут начинку. Скоро буду накладывать. Покажите бутылек. Сейчас покажу. Вот такая бутылочка. Обожаю. А вот они заканчиваются уже совсем осталось капелька. Прям берегу. Прям берегу. Как это самое. И вот у меня стоят вот это вот говорила новинка. Когда-то была Dolce & Gabbana. Я не знаю. Нет, они вроде не плохие. Ну как-то у меня рука не поднимается, чтобы им подушиться. И все. А вот это вот моя слабость. И Гуччи РАЖ-2. Обалдеваю от этих ароматов. Ароматы старые, но они мне не надоедают. Разгрузка. Счастливая вы, что вы держитесь на разгрузке. Я вот не держусь. Я слабо характерная. Вот сейчас доем еще. Такое совпадение. Тоже пользуюсь этими ароматами. Сейчас вот доем еще за камерой. Какая же я слабо характерная. Ладно, глоточек кофе. Так, все. Курица стоит. Это пока мне больше не нужно. Остывает. Канапе. Не канапе, а маленькие бутербродики. Остывает. 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 Продолжение следует... Так, попробуйте Гуччи парфюм 2. И накушат хачапури, и накушат. Хачапури, ну кусок съела, согрешила. Добрый, помочь некому. У меня, джуньки, пока сегодня работы немного. У меня завтра будет работа. Вы не пользуетесь слоеным тестом фирмы Метрополис? Нет, только морозкое и с пылу с жару. Поначалу, когда я начинала все это делать, я какие-то брала тесто, какие-то, всякие звездные, не знаю, нет. Ничего не понравилось. Мне ни в светофоре мне тесто не понравилось. Я его израсходовала, но... Нет, чтобы покупать снова не... С утра можно... С утра можно, так мне бывает, и вечером пробивают. Я смогу и вечером...